Выбор в пользу орловского образования уже сделали свыше двух с половиной тысяч иностранцев. Орловские вузы завоевывают все новые рубежи. В этом году более 900 человек стали первокурсниками. Тут люди в России гостеприимчивые, доброжелательные и очень хорошее отношение к орловскому государству. Сегодня в Орле учатся представители 60 стран мира. Некоторым из них напоминать о нашем городе будет не только диплом, но и аллея дружбы. Иностранные студенты недавно посадили в областном центре 80 либ. Разные формы работы по укреплению мира, дружбы и согласия между народами будут продолжены. В центре внимания собравшихся на заседании Координационного совета под председательством в Рио губернатора Орловской области Андрея Калычкова вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. В ряде регионов уже реализованы и утверждены ряд программ. Например, одна из таких программ называется «Диалог культур». Эта программа предусматривает как раз таки не вхождение в школу представителей различных национальностей и конфессий, а наоборот создание образовательной программы, в которую дети не младших, а уже старших классов имеют возможность посетить национальные культурные центры, посетить религиозные объекты, посмотреть видеофильмы, в том числе организовать, может быть, на базе Дома национальности некие общие мероприятия. Необходимо чаще встречаться общий вывод. Тем более, что власти и руководителям общественных религиозных организаций, представителям диаспор есть что предложить друг другу, тем для обсуждений масса. Открытие Дома национальностей или же некого подобного центра, в котором могут свободно общаться друг с другом представители разных национальностей, может быть, даже конфессии. Это одно из самых конструктивных заседаний Совета. И я хочу отметить глубокое понимание нашим молодым губернаторам сути проблематики. Мы знаем, что он и ранее, работая в МОЗ-думе, он занимался этими вопросами. Продолжение наше взаимодействие нам обещано. Я думаю, это не пустые слова. Мы со своей стороны, естественно, будем делать все для того, чтобы Орловщину смогли называть территорией согласия. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областный.